Пришло время города АЭС. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Я хочу вам представить наших сегодняшних гостей. И, наверное, могу смело сказать, что у нас сегодня в гостях две легенды. Это Федор Алексеевич Глухих. Действительно легенда нашего города. Участник парада 7 ноября 1941 года в Москве и боев за оборону столицы. Кавалер Ордена Отечественной войны второй степени. И сколько у него наград, на самом деле, вы, наверное, видите сами. Здравствуйте, Федор Алексеевич. Да. Не менее заслуженный человек Павел Владимирович Коныгин. Большую часть жизни он носит погоны. Правильно. Окончил Оренбургское военное училище. Служил в Туркестанском округе. В Германии. Выполнял интернациональный долг в Чехословакии. И долгое время работал в ОВД Куйбышевской области. Хотел сказать бывший милиционер, но слово бывший будет неправильно, да? Неправильно. Итак, вот таких два заслуженных человека сегодня пришли к нам в гости в город С. И мы, конечно же, хотим поговорить о ветеранской организации промышленного района, об организации, которую возглавляет Павел Владимирович, и об активной работе, которую ведет в ней Федор Алексеевич Глухих. Павел Владимирович, вы сказали, что ветеранская организация у вас самая большая в городе. Это действительно так? Действительно так. Ну и район самый крупный в городе. Более 280 тысяч жителей проживает. А ветеранов и пенсионеров у нас 85 тысяч проживает тоже в промышленном районе. И, естественно, наша ветеранская организация как раз и выполняет основные задачи, которые предоставят, уставные задачи. Это забота ветеранов, решение их социальных вопросов и решение всех вопросов, связанных с их здоровьем, как раз вот Федор Алексеевич потом будет рассказывать. А также вовлечение их в спортивную жизнь, в культурную жизнь нашей ветеранской организации. И, кроме того, что помогаем даже нашим ветеранам издавать книги, воспоминания своих о войне. Ну и, в общем-то, некоторые у нас ветераны пишут стихи, в том числе и я как раз пишу стихи, песни. Поэтому, наверное, вот стараюсь помочь и моим ветеранам, чтобы они могли поделиться своим опытом жизненным. Естественно, эта задача основная, может, даже моя сейчас. Ну, а еще одно направление – это передача своего опыта молодежи, жизненного опыта, воспитания патриотов нашей Родины. Именно, чтобы вот наши дети больше знали о героизме и мужестве наших отцов и дедов, а для них как раз дедов и прадедов. Потому что пока живы участники войны, наверное, надо как можно чаще проводить эти встречи. Я вот сам прихожу с ветеранами, постоянно на уроки, сам провожу уроки мужества. Я вижу, как дети смотрят на ветеранов. Они каждую медаль трогают, спрашивают, за что эта медаль, за что эта награда. И даже педагоги говорят, вот когда проводят урок мужества ветераны, дети ведут тихо. И, в общем-то, видно, горят у них глаза, даже история. Ну, во-первых, одно дело преподаватель историю проводит, и другой ветеран, который прошел дороги войны, расскажет об этой войне. Он не только исторические факты приводит, а он выкладывает свою душу. А ведь когда и душа, и все сочетается, и рассказ об истории, наверное, это более лучше воспринимается, и дети это чувствуют. А скажите, пожалуйста, Павел Владимирович, вот таких активных, настоящих помощников, увлеченных людей, как Федор Алексеевич, у вас в организации много? Много. У нас есть электрическая группа, стоят как раз там и генералы, и участники войны, жители блокадного Ленинграда, узники малолетней узники фашистских концлагерей, жертвополитических репрессий. Практически эти как раз ветераны, они каждый по своему направлению выступают, и они действительно переживают. Вот они выступают, когда рассказывают о той же войне, они сами переживают то время, в котором они были. И уроки мы начинаем всегда. Просим детей представить себя, что они находятся именно с ними в то время как раз. И, наверное, иногда смотришь, дети плачут даже иногда, вспоминая, слушая рассказ ветерана. Федор Алексеевич, скажите, пожалуйста, вот вам 95 сейчас, да? Да. Очень многие ветераны говорят, что вот это военное прошлое, то, что они прошли войну, это укорачивает жизнь. Было много лишений, много трудностей, подорвано здоровье, и поэтому ветераны уходят рано. Ваше военное прошлое, оно вас как-то закалило? Или вы с ним просто активно его победили, как медицинский работник? Как вам это удается? Вот что было хорошо, армия меня очень закалила сильно, физически и психически. Я в армию пришел, не мог подтянуться на турнике ни одного раза. Через три месяца я крутил солнце. В январе 41-го года у меня был переход. Я прошел за 9 часов 54 километра в валенках, в щенели. И потом я никогда не мог достичь такого результата. Ну и 40 лет я еще принимал участие в соревнованиях по ориентированию. Я еще пробегал 30 километров за 2 часа. А правду говорят, что вы сейчас каждый год еще ходите по 20 километров? В конце апреля этого месяца я без тренировки прошел 28 километров. У меня нормальная прогулка 20 километров в районе поселка Прибережного. Там очень хороший сосновый лес. Я не могу не спросить вас, но все равно откройте нам секрет, пожалуйста, вот этого вашего бодрости, духа и долголетия. Но многие же пенсионеры жалуются, нет здоровья, не могу ходить, ничего не хочется. Ну, во-первых, я систематически занимаюсь физической подготовкой. Я каждое воскресенье или два раза в неделю хожу на природу. На природе я говорю, что у меня норма обычно 18-20 километров. Затем я соблюдаю некоторую, в общем-то, и диету. Я считаю, что в диете нормального человека должно быть больше натуральной пищи, то есть она должна быть больше вегетарианской, поменьше мяса, поменьше жиров на полностью исключательность нельзя. Ну, и вообще хорошее настроение. Я не представляю себе жизнь, чтобы я какую-то минуту не делал ничего. Я обязательно чем-нибудь занимаюсь. Или я занимаюсь самообразованием, или я занимаюсь просто, ну, обычным бытовым обеспечением, чтобы у меня была хорошая квартира, чтобы все было чисто, чтобы я чисто был одет и все прочее. Вот ничего сложного, вроде бы все просто, да, не у всех получается. Ничего сложного, самые обычные вещи, да. Но обязательно-обязательно я занимаюсь. Я много работаю над собой. Я по-прежнему изучаю медицинскую литературу. Я после 90 лет летнего возраста стал изучать компьютеры. Я уже добился многого, печатать любые тексты, любой сложности. Мне на компьютере сложности никакой нет. Но немножко еще освою интернет, и я даже буду с компьютером на ТЭП. Страничку свою завели уже в соцсети? Нет, я пока еще не завожу. Но у вас еще все впереди. Павел Владимирович, я знаю, что вы очень много внимания уделяете лекарственному обеспечению и улучшению жилищных условий членов своей организации. Это вот насущные проблемы на сегодняшний день? Как они решаются? На сневочный день это действительно насущные проблемы. Мы каждый год проводим пленарные заседания, ну, естественно, по заявлениям ветеранов о недостатках медицинского обслуживания, там, о каких-то проблемах по медицинскому обслуживанию. И после пленарного заседания мы пишем письма Гридасову, министру здравоохранения, Сазону Виктору Федоровичу, тоже самые проблемы, которые вот возникают. Мы не только стараемся показать о недостатках, мы ищем и пути, и рекомендации, которые могли бы улучшить медицинское обслуживание не только ветеранов, но и всего населения города Самары и Самарской области. Поэтому в любом отношении, вот ближайший помощник в этом вопросе у меня Федор Алексеевич Глухих, потому что мы с ним всегда контактируем полностью, друг друга понимаем во всех вопросах, потому что и я сторонник тоже лечения травами, хотя они сейчас считаются нетрадиционными, но по крайней мере они приносят меньше вреда, чем фармацевтические вот эти таблетки. Таблетки, да, они могут снять боль, быстрее, допустим, боль там и так далее, но они зашлаковывают организм человека. И чем чаще и больше употребляют эти таблетки, они это действительно злоупотребляют, употребление этих. Даже вот я помню, ну меня иногда на профилактике некогда было, допустим, обследование проходить, так как работа была сложная. Ну и предложили мне просто лечь и пройти обследование. Ну и принести там весна, вот попьешь эти таблеточки, ну и ошиблись, принесли целую горсть. Оказалось, что не мне там, а кому другому, а выписали мне. И лежал рядом со мной с колонией инженером. Говорит, слушай, как тебя лечишь? Столько тебе лекарств дают. Я говорю, слушай, я могу поделиться, давай я выпью. Вот есть люди, да нет, я, конечно, не дал ему, и сам не стал пить. Потом врач пришла, я говорю, вот что-то такое, принесли очень много таблеток. Она говорит, ой, извините, да тут я писала, да и другого еще записала, и вам все это записала. Медсестра, естественно, выдала вам все это. Поэтому в любом отношении, конечно, у лечения, конечно, сам лечением заниматься точно нельзя. Федор Алексеевич, а расскажите, пожалуйста, вот о работе медицинской комиссии. Что вы делаете, чем занимаетесь? Вот наша медицина нашим пенсионерам представляет определенный объем медицинской помощи, в том числе лекарственной. Так вот наша задача медицинской комиссии, чтобы все пенсионеры, в том числе участники Великой Отечественной войны, получили этот объем. И чтобы это было в реальности выполнялось, мы практикуем встречи с врачами поликлиник. Один-два раза в году мы заслушаем одного из главных врачей поликлиники нашего района в повестке дня, как они нас лечат. И все наши активисты в количестве около 45 до 60 человек присутствуют, имеют право задать вопрос, что-то непонятно. Эти встречи нам помогают очень хорошо. Во-первых, мы знаем, чем располагают врачи. Во-вторых, наши активисты слушают, встречаются с нашими пенсионерами, с нашими участниками войны, знают их нужды. Если где-то врачи отнеслись невнимательно, что-то недодали, не было какого-то лекарства, то обязательно на таких встречах вот все это вскрывается. Врачи принимают сведения. И когда наши активисты или отдельные, в общем, пенсионеры, особенно участники войны, когда обращаются ко мне, мы обращаемся к главным врачам, и наши просьбы, как правило, выполняются довольно на высоком уровне. Всегда удается решить вопросы, договориться с медициной? Да, ну, практически всегда. Ведь что-то врачи и не могут. Тогда они говорят, что нам не положено, или этого нет. Но, как правило, все, что положено нам, пенсионерам, врачи все-таки дают и делают. И в том числе и обследования. Я хотел бы дополнить. Вот те проблемы, которые мы, в общем-то, рассматриваем на пленумах, мы, те проблемы, которые мы можем решить совместно с нашими главными врачами, врачами поликлиник, мы решаем на месте. Потому что зачем скрывать тени достать, которые мы можем устранить совместно с главными врачами наших поликлиник. А те проблемы, которые общие такие, которые необходимы, или, допустим, нет возможности, допустим, выйти, допустим, главврачам, к тому же министру и так далее, мы эти вопросы как раз освещаем и отправляем эти проблемы, которые должны решаться. И министру как раз говорил, и в Думу, в Губернскую Думу. И, естественно, реакции всегда бывают положительные, и нам стараются помочь решить эти проблемы. И самое главное, я знаю то, что только по нашему письму сразу направляются письма министра, главврачам, чтобы они вот те проблемы, которые есть, доложили, как обстоит обстановка и как устранять все недостатки, которые имеются. Павел Владимирович, неудивительно, что мы столько времени уделили медицинскому вопросу, потому что это очень важно в пенсионном возрасте, наверное, особенно. Что касается жилищных условий, можете рассказать, вот какая работа ведется в этом направлении, об улучшении жилищных условий? Жилищные условия, в общем-то, здесь решается вопрос, с департаментом социальной поддержки и защиты, ну, сейчас она называется опеки, попечительство и так далее. И с администрацией района. Мы, в общем-то, когда поищаем ветеранов, допустим, изучаем не только, вот, допустим, подарки вручаем, но не только подарки, мы смотрим, какие жилищные условия. Если какие-то есть проблемы, необходима помощь, мы обращаемся также в соцзащиту, обращаемся в нашу администрацию и совместно решаем. Бывают такие, вот, допустим, естественно, очереди большие иногда, по ремонту, допустим, квартир. Но бывает так, что необходимо, вот человеку уже, женщина была 95 лет, ее затопили сверху. Вопрос затягивался. Мы обратились сразу в департамент социальной поддержки и защиты населения, они подключились к этому, и, естественно, вне очереди, как экстрем, потому что необходимо было, помогли этой женщине, сделали ей ремонт. Так она была так благодарна. Да, она еще года два все-таки прожила, но прожила уже в отремонтированной квартире, и была благодарна и нам, и, естественно, администрации района, и депутатам, которые принимали участие именно в оказании помощи этой женщине. Я? Бавить могу. По просьбе нашего совета отремонтировали крышу, то есть обычную крышу заменили железными листами вот в том доме, где живу я, и в соседнем доме, где живет тоже один участник войны. То есть к нашему совету прислушиваются, и власти нам помогают хорошо. Вы уже сказали, что занимаетесь военно-патриотической работой, очень много встречаетесь с учащимися, со школьниками, со студентами, но я слышала еще, что у вас ведется работа с трудными подростками. Ну, это сложнее вопрос, потому что мы как эксперимент проводили это мероприятие сначала в 82-й школе. Всех учащих, которые стоят на учете, ну, тогда еще в милиции, потом вот сейчас в полиции, мы собирали или библиотеки. И вот вместе с Федором Алексеевичем Глухих приходили к ним, встречались, рассказывали о войне, и доводили им, что ведь нельзя победить было, если бы не было жесткой дисциплины, ответственности каждого в заполнении своего долга. И вот самое главное, вот они лучше понимали это все, нежели, допустим, педагогам постоянно, не шали, не крутись там и так далее. Вот когда вот участник войны рассказал, если бы не было дисциплины, то, может быть, и не победили в той войне. Так потом мы уже повторно приходили, встречались вот именно с детьми. Один, помню, мальчишка подошел к нам и подарил картину, которую он сам нарисовал, сам солдат с винтовкой. И еще, главное, сказал, что я теперь не балуюсь, у меня сейчас оценки хорошие, и я сейчас дисциплинированный. Вот это уже приятно, когда вот сам учащий подошел и вот сказал, что да, вот наша встреча помогла ему немножко оценить, переоценить свое поведение в школе. Федор Алексеевич, сегодня не все родители могут договориться, справиться с детьми. Вот очень часто жалуются, что не слушают, не понимают, не прислушиваются. Кто все-таки вот по-вашему должен заниматься воспитанием детей? Школа, родители? А вот вы, ветеранская организация, вот тоже хотите и делаете это? Вы знаете, конечно, детьми в первую очередь должны заниматься родителями. Но больший эффект, конечно, дает школа. Я вот сам по своему опыту хочу сказать, что мне было легко на войне. Меня подготовила к этому начальная школа. Наши песни, рассказы вот о наших отцах, как воевали они в гражданскую войну. И когда я вот уходил в армию, отец на прощание сказал мне, сынок, береги себя, ну это естественно, но не будь последним. Вот это мне запомнилось и понравилось очень хорошо. Я не был последним. А что касается, в общем, ребятишек, у которых какие-то есть дефекты от рождения, ну, знаете, здесь все-таки нужна помощь специалистов. Без специалистов здесь не обойтись. А вот чему вы учите, пытаетесь, вот на этих уроках мужества? Что вы рассказываете детям? Что важно? Вот при встрече с детей мы, ветераны, стараемся показать, насколько были боевитые мои товарищи, то есть их деды. И стараемся доказать, что мы победили только лишь потому, что наши, в общем, их деды, то есть мои товарищи были очень боеспособны, и что все, кто был в тылу, наши, в общем, матери, сестры, братья, помогали нам, производили оружие. Ведь во время всей войны мы не испытывали недостатков в патронах, в снарядах. Нет, мы временами берегли, но там, где нужно, их было достаточно. И во время всей войны вся армия была обеспечена питанием. А наши родители, которые жили в деревне, испытывали очень большой, в общем-то, ну, трудности с питанием. Все отдавалось для армии. И когда мы были все вместе, мы были непобедимы. А как дети реагируют на эти рассказы? Вы знаете, школьники младших классов интересуются очень. А постарше? Постарше они более серьезные. Они уже много что знают, задают вопросов мало, но такие задают вопросы, что отвечать иногда бывает не очень легко. Да? Да. Они уже понимают смысл жизни и понимают, зачем они существуют, и понимают, что они скоро закончат школу, им придется защищать наш народ, и они должны быть на высоте своего положения. Павел Владимирович, вы сказали, что просьбы, письма ветеранской организации слышат, на это реагируют. А как вообще складываются отношения с властью? Насколько вот вы чувствуете свой авторитет, своей организации и боеспособность, скажем так? Ну, мне бы хотелось сказать, только в единстве можно как бы решить вопросы, в консолидации. Конфронтация, она приводит к чему? Здесь цитализация общества и так далее. Поэтому мы, ветераны, сторонники понимания событий важных, которые сейчас вот есть, и сложности, те проблемы, которые сейчас существуют и у нас в стране, и в мире. Поэтому, естественно, мы стараемся работать вместе с депутатами, вместе с администрациями, и стараться, чем можем им помочь, мы помогаем им. Чем они могут нам помогать, они нам помогают. Все это вот решается совместными усилиями. То есть они тоже нуждаются в вашей помощи? Конечно, потому что вот именно работа в школах, работа, допустим, где-то показать пример кому-то. Потому что вот взять 90-е годы, если возьмете, ведь молодое поколение, вот 90-х лет, особенно те, которые, ну, 85-й год родили, там и школа-то фактически тогда, сами понимаете, как обучение шло и так далее, все, проблем было очень много. Естественно, вот поколение детей, которые вот 90-х годов, оно, в общем-то, ну, не получило то, что должны были получить. Это сейчас школы, зайдешь, действительно, там приятно посмотреть. то, что практически обеспечено всем школам. Но дело в том, что если вот раньше педагог был, в наше время вот с ним, центром и политического, и всего внимания, педагог был все для нас. Ну, как может Бог даже сказать, потому что мы всем уверили. И малейшее вот внимание, родители вообще были, всегда шли к педагогам. И мы старались своих родителей не огорчать, потому что знали, что они прошли войну. И маме, и отцу тяжело было. Естественно, старались учиться хорошо, ну, и помогать, чем могли помогать своим родителям. Это мы понимали действительно в то время. Мы были немножко взрослее, чем сейчас вот дети, потому что мы видели эти трудности, проблемы, которые были. И, конечно, мы отлично знаем, что сохранение мира, можно сохранить его только именно совместными усилиями. Когда у нас будет и промышленность, лучшее в мире, и армия будет обеспечена всем, и сельское хозяйство. Поэтому мы тоже сторонники того, что вот сейчас проводятся как раз работа, даже вот эти санкции, может быть, они и на пользу нам пошли, потому что быстрее началась сживаться и промышленность, и сельское хозяйство. Мы начали понимать все, что если не мы, так кто еще? А ведь и даже царь Александр, тот сказал однажды, когда его спросили, а почему вы никуда не ездите, в другие государства, и так далее? Он ответил, а зачем нам туда ездить? Самые лучшие друзья это армии и флот. Если они будут сильными, у нас будет много друзей, и все будут ездить к нам. Поэтому в любом отношении, самые сильные, да и в любом, даже вот говорят сейчас, там коммунин, социализм, там феодальный строй, да возьмите, даже и не было. Все были вроде, там феодальные, капиталистические государства, но войны-то проходили. Почему? Потому что более сильные государства, старались подавить слабое, заставить работать на себя. Поэтому вот самая задача нам, ветеранам, дать понятие молодежи, чтобы они тоже, ну, были патриотами своей родины, самое главное, любили свою родину. Да, патриотами своей родины, мне кажется, в это понятие вообще входит все. Все, да. А вот смотрите, у нас еще, ну, немножечко... Ведь сейчас мне это, ребята смотрят, выучиться, изучить английский, куда-то уехать там, жить в Англии, считать, что там жить хорошо. Вот меня тоже спрашивают, Павел Владимирович, а вот вы как вот? Я служил и в Германии, и в Словакии, был и везде. Но родина, чем дальше ты находишься, тем она милее становится, родина. Если раньше близкая была, только вот ближе, там, где ты родился, где ты живешь, ты служишь за границей, и понимаешь важность защиты своей родины, начинаешь понимать, что для тебя значит родина. Поэтому я вот сейчас в отпуск, там, кто-то в Турцию ездит, кто-то куда. Для меня родина. Вы по России путешествуете. Ведь красота-то самая, вот та же Башкирия, там такие места красивые, Урал. Конечно. Да вообще, Байкал. У нас очень много красивых. Да вообще еще вот я, например, еще не все объехал. Павел Владимирович, давайте у нас вот немножечко еще времени осталось. Я бы хотела, чтобы вы еще рассказали о том, как можно реализовать себя, будучи вот уже в преклонном возрасте. Многим же вот хочется каким-то образом себя выразить в творчестве, может быть, в спорте. Вот что в вашей организации в этом плане есть интересного? Ну, я хотел бы сказать, вот даже книга по танкам бронебойным. Это воспоминание нашего ветерана, Шнайдера Геслия Кельевича, который прошел войну, дошел до Эльбы. Федор Алексеевич тоже пишет. Ну, пишет, конечно, свои труды по травмам и тогда лечению травмами, но я ему сразу сказал, первое, от автора, ты должен писать весь свой путь и как-то пришел к важности, что вот лечение травмами это полезное и важное направление. Когда закончите книгу, Федор Алексеевич? Я думаю, к осенью. Да надо бы к концу года все-таки выпустить. Надо выпустить, я думаю, многие ждут эту книгу. Нет, у меня уже 30 травм описано, но я хочу еще десяток, десяток-два. У меня уже готовы есть, собственно, конспекты, надо напечатать их на компьютере и издать. Ну, вы же сказали, что для вас теперь это несложно на компьютере работать. Да, лишь бы было время. И самое главное, сейчас проще и дешевле будет на флешку. И пошел в турстик по графику, перебросили, и уже возможностей много. Возможностей много. А чем еще проявляют себя ваши участники? Занимаются спортом. У нас есть секция ветеранов спорта, куда входят чемпионы мира, олимпийских игр, ветераны. Ну, Лазаревы слышали, тяжелоатлет, кореньков, легкий атлет, мастера спорта, многократные чемпионы мира и олимпийских игр. Они тоже, в общем-то, не только отставят честь нашей организации ветеранской, но они еще и защищают нашу родину, другие государства выезжают на соревнования. И кроме этого, все-таки в школах рассказывают детям, как они достигли вот таких высоких спортивных достижений. Поэтому в любом отношении спорт, это, наверное, основа основ. И вот кто занимается спортом до сих пор, они не болеют. Вот в этом году мы, наши учательницы Великой Отечественной, Раиса Давыдовна, Шнайдер, будем отмечать 99 лет. Она ровесница комсомола. И, конечно, в первую очередь, когда начинается говорить, да, комсомол очень много для нас делал. И каждый скажет, что пионерская организация, комсомольская организация, но она практически занималась нашей воспитательной работой этой организацией. Почему? Потому что родители, вы знаете, тогда было суббота, суббота, короткий вечерок. Работали до двух часов, там, до четырех часов. Это выходной только вот в воскресенье был. И то не всегда родители могли позволить себе выходной отдыхать. Поэтому все мы отдавали себе. Ну, вот даже вот книги вот Гайдара, там, Тимура и его команда. Для нас это было как пример для подражания. И мы старались вот быть такими. Даже вот когда меня попросили написать песню к юбилею комсомола, так и называется, юбилей комсомола, я написал песню. Я хочу нашим зрителям еще раз сказать, что вот действительно наши сегодняшние гости это пример для подражания. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли к нам в студию, пожелать вам здоровья, процветания и еще очень-очень много сделать в своей жизни. И приходите к нам еще раз в гости. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!